Тем временем режим чрезвычайной ситуации сохраняется и в Марксовском районе. Город уже несколько месяцев заливает нечистотами из-за порыва канализационного коллектора на одной из центральных улиц. Десятки жителей города вынуждены спасать свои дома, к которым вплотную подошла мутная вода. Проблема обрела такой масштаб, что решать ее приехали представители регионального парламента и профильных министерств. Вместе с ними вывезти на чистую воду местных чиновников пыталась наш корреспондент Полина Попенец. Жизнь в Марксе продолжает бить ключом, канализационным. Из-за дождя улицу Советская вновь затопила нечистотами вместе с домами и хозяйственными постройками. Сюда вот эта вот нечистота, они попадают в письевой колодец. А в колодце поломанный хран. И куда эта нечистота будет? Значит, что мы пьем эту воду. Вот не дай бог, какая-нибудь палочка будет или чего. У нас и дети, и внуки. В общем, мы не знаем, что делать. Уже жаловались и Тополю. Тополь вообще не слушает никого. Никого не слушает. Я не знаю, почему его переизбрали сейчас. История, о которой наш телеканал неоднократно рассказывал, повторяется больше месяца. Поврежденный центральный коллектор местные чиновники никак не могут подчинить. В городе стали выходить из строя и другие канализационные трубы, которые идут от центрального. По словам директора водоканала, если возникает какая-либо неполадка, представители администрации должны делать заявку на соответствующий адрес. Так как была авария и уже трубы изношены, надо администрации ставить вопрос о замене гасителя и коллектора. Администрация нам заказывает, мы производим откачку воды. Ну вот на этой улице конкретно нам никто не заказывает. Администрация нам не заказывает, почему-то не знаю. Стучаться в закрытые двери администрации у людей уже не было сил. Всем городом написали петицию. В ней за отставку главы администрации уже проголосовали больше 7,5 тысяч человек. С просьбой о помощи жители улицы Советской обратились и в региональное отделение партии «Единая Россия», написав обращение к депутату областной думы Александру Гайдуку. На место с проверкой выехала целая комиссия. Сюда приезжают из Саратова, приехали с госжилой инспекции, с капремонта, отовсюду. И все сейчас стоим и будем надеяться, что после этого, конечно, ситуация сдвинется. Тем более, что обратился к прокурору области. И тут просто мы сейчас видим позицию вновь назначенного прокурора по вопросам защиты законных прав жителей. Сейчас 100% будет и комиссия направлена, и по существу разберутся, кто должен делать, что должен делать и в какие сроки. Представитель администрации Светлана Фролова приехала на аварию вместо главы администрации района. Говорит, проблему пытаются решить. Да и с водоканалом постоянно держат связь. Вы знаете, как это не затянули. Мы вопрос этот уже поставили. Уже сейчас, как бы, ни сегодня, ни вчера он был поставлен, этот вопрос. Значит, разрабатываем совместно с водоканалом тоже техническое задание. Здесь все, конечно, в финансирование упирается. Сетуют на нехватку денег. Однако представители региональных ведомств уверяют, проблему города Маркса можно было бы решить уже сейчас. У нас программы по ремонту системы водоотведения, системы водоснабжения, они есть. И если сейчас в рамках финансирования этих программ нужно смотреть, можно ли включить, соответственно, ремонт системы водоотведения в городе Марксе. По словам представителей региональных ведомств, помочь может и специальная инвестиционная программа. Ведь в городе пострадали не только частные дома, но и предприниматели, организации которых тоже затопило нечистотами. Местная администрация в этом случае не должна сидеть сложа руки, а вести переговоры с потенциальными инвесторами. Только вот и жители города, и члены выездной комиссии опасаются, что районные чиновники вновь затянут решение этого вопроса, так же, как и в случае с коллектором. Полина Попенец, Максим Пустовалов, Саратов-24.